Уважаемые товарищи, всем понятно, что последние месяцы, четвертый квартал любого года, это выработка планов развития страны на будущее. Прежде всего, на будущий год планирования и производства, да и вообще всей нашей жизни. Я не единожды уже говорил, что год и следующие – это годы особые, это год парламентских и следующих президентских выборов, мы сдаем экзамен, поэтому везде мы должны подтянуться как следует в связи с тем, что идет подготовка к принятию прогнозных показателей на будущий год, то есть плана нашего развития. Прежде всего, в экономике мы договорились, что мы встретимся и поговорим о проблемах развития экономики в будущем. Никто не скрывает то, что Россия – это основной наш рынок реализации нашей продукции. К сожалению, мы диверсифицируемся, но медленно. Это главнейшая, основная задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно, зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. В связи с этим, понятно, что и зависимость от поставок, прежде всего, углеводородного сырья из России очень велика, поэтому вопрос сотрудничества с Россией и окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству в рамках переговорного процесса и выработки программы действия остается актуальным. И этот вопрос мы сегодня должны обсудить. То есть надо спланировать, четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться и определиться. При этом хочу предупредить правительство, что те планы, которые намечены, ну я больше сейчас контролирую сельское хозяйство, потому что это наиважнейшее направление. И очень важно, как сработает сельское хозяйство, важно и ВВП, и жизнь наших людей и так далее. Но не упускаю из виду и другие сектора нашей экономики и промышленности, услуги и транспорт, связи и так далее. Так вот, выполнение планов по всем направлениям – это главная задача правительства. Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые, скажем, задания с вашей подачи, и выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника нашей страны, но и гражданина нашей Беларуси.